Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Automation Empire. Мы с вами остановились на том, что смогли сделать 4 линии производства, которые дают нам, в свою очередь, неплохой такой выхлоп по чистому угольку, с которым мы, собственно, и зарабатываем. Это вроде бы как хорошая новость, но, с другой стороны, не очень, потому что производство нам нужно увеличивать, и, исходя из этого, нам придется немножечко перестроить сейчас наши линии, как я и говорил в конце предыдущего эпизода. Нам нужно разделить вот эту основную железную дорогу на две части. На две части тогда доставка будет производиться гораздо быстрее, но нам нужно еще простроить две такие же линии, я не уверен, правда, что они здесь влезут. Честно говоря, я, по идее, могу сместить на пару блоков, чтобы, так сказать, на будущее зазорчик сделать, но, скорее всего, это сработает. В общем, сейчас проверим, мне нужно перестроить здесь и сделать 6 линий. Во всяком случае, я обязан их вместить. А получится это у меня или нет, мы уже увидим буквально совсем скоро. Так, ребятки, в принципе, готово. Пришлось полностью, к сожалению, перестроить, там одного блока не хватало с правой стороны. Но, тем не менее, пока я нашел единственный способ выгрузки вот такого типа, то есть у нас с каждых трех идет на одну ленту, с этой ленты идет сразу же на выгрузку. Правда, вот эти средние у нас ленты, здесь всего лишь два места под выгрузку, но я думаю, это будет не критично. У нас уже 20 дронов, которые загружают это все добро в машины. Они, как всегда, работают дебильно и коряво, но лучше так, чем совершенно никак, правильно? Я еще ускорил работу дронов до 30% плюсом. Надеюсь, что это скажется исключительно позитивно. Ну, во всяком случае, как мне кажется, они успевают загружать машины. То есть, они одну загрузили, следующие две уже стоят, сюда уже приходят товарищи полностью груженные, нагружают ее, идут сюда, нагружают ее. То есть, в принципе, все машины, которые к нам приезжают в течение, там, небольшого промежутка времени, они уже уезжают загруженные. То есть, в принципе, мы как бы добились того, чего нам надо было. Вот, славьте господи, заводик работает, все замечательно. Сейчас мы будем смотреть, что у нас там дальше по исследованиям. Я здесь везде сейчас проходы открою. С углем, правда, проблемы будет, скорее всего, с рудой. Здесь, казалось бы, три добытчика. Я их все перенаправил на сбор руды, а не на исследование. И, вы знаете, этого все равно не хватает. Этого все равно не хватает. Но он, в принципе, вроде бы как дозаряжает здесь наших товарищей, но все равно выглядит не очень. Выглядит не очень, я надеюсь, что будет совсем скоро, чуточку лучше. Так, да, уголь готовится. Хорошо, что у нас по исследованиям? С этим мы все поняли. Так, здесь у нас требуется 1500 килограмм. Мы уже отдали. Разблокировать коготь поезда. 80 тысяч. Давайте смотреть, что такое, мать его, коготь поезда. Ого, ага. Так, коготь рельс. Три типа рельс. Остановка поезда. На выгрузку и на... О, я походу понял, как мы это сможем использовать. Уф, уф, уф. Если я не ошибаюсь. Корабельный погрузчик строится на пидстопе. А почему я его не могу построить? Что за запрет? Вот это, по-моему, очень самая-таки важная вещица. Блокировка ящиков нам нужно сдать. Ага, нам теперь мало того, что 3000 килограмм, но мы их уже продали. Нам нужно еще чистое железо впарить. 25 штук. А для станции нам нужно 25 угля впарить. Стоп, а почему требуется, чтобы вы обработали определенное количество определенного ресурсов своих исследовательских камер? Ааа, их нужно в исследовательские пихать, а не продавать. Но в целом это можно реализовать. В целом можно, тем более, что это временно. Это не на постоянку же нам нужно будет сделать. Так, хорошо, нужно 25 угля. Вот это меня больше всего штука интересует. Чтобы заблокировать прохождение коготь поезда через определенный участок пути. Уйти пока в нем не будет определенного количества ящиков. Блокиратор не знаю, нужен нам или нет. Но вот коготь грузовой погрузчик, это по-моему сверхштукенция. То есть, как я себе понимаю, мы над машиной ставим станцию когти. И они будут ящики прям с завода быстро перетаскивать на станцию. Бляха, если это сработает. Так, ладно, нам нужно 25 единиц угля. Пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере. Переработать в исследовательском стенде, кстати, у нас здесь. У нас собиралось уже. В исследовательском. В принципе, это возможно. Единственное, что мы же исследовательски не можем где-то здесь влепить поблизости, да. Нам придется минимум его отдалять сюда. Хорошо, мне нужно сейчас провести тогда линию. Да. Кстати, а я может с помощью когтей сейчас могу провести. А они вообще дорогие? Рельсы, по-моему, ничего не стоят. Не, 50 баксов стоит. Остановки стоят по косарю. В принципе, тоже не особо дорого на самом деле. Станция стоит целых 7, стопор стоит тысячу. Короче, я сейчас проведу эксперимент. Давайте допустим. Допустим. По идее, это все одно и то же, да? Ага, это повышение уровня. Это угловой. Это прямой. Давайте. А, походу мне здесь надо будет дверку сделать сверху, да? Сейчас проверим. Так, рельса. Да, нужна дверка. Так, отсюда. Ага, я понял. Твою мать. Так, вот отсюда, веди сюда. Бляха, я не знаю, как я его здесь прособачу. И вот сюда. Такс. Вот такая рельса у нас идет с завода. По-хорошему, нам ее нужно закольцевать, на самом деле. Я так приблизительно прикинул. Без кольцевания не обойтись. Ну ладно, нам сейчас чисто проверить нужно. Так, загрузка. Вот здесь. Выгрузка. Я только сейчас понял, что мы же в исследовательские можем загружать только... Короче. Переработанный уже ресурс. В сыпучем виде. Это не совсем, чтобы хорошо. Но в целом, возможно, это и не проблема. Сейчас проведем эксперимент. Бляха, только тут с высотой очень сложно работать. Надеюсь, нам это не помешает. Так, ты, получается, вот здесь, да? Так, нам сейчас нужно хотя бы одного. Можно эту рельсу выбрать? Добавить. Так, коготь поехал. Стыбзил ящик. Хм, слушайте. Это, походу, технология будущего. Сейчас мы, правда, посмотрим, правильно ли я точку поставил. Так, точка-таверна. Единственное, в чем проблема, я сомневаюсь, что это вот так сработает. Да, оно так не коннектится. Соответственно. Так, а если и схитрожопится? Так, труба сюда. Нет, так тоже не пойдет. Так тоже, к сожалению, не пойдет. Нам нужно в обратном порядке превратить в уголь в сыпучий и запихнуть сюда в исследовательскую. Сейчас я этим и займусь, попытаюсь максимально сократить затраты. Ой, боже, через жопу, но это все у нас теперь работает. Сейчас, правда, проверим, насколько долго. Скорее всего, это очень долго будет. Я бы даже сказал, очень-очень долго. Так, есть. А что, не зачет? Требую, чтобы вы обработали определенное количество определенного ресурса в своих исследовательских камерах. Все правильно. Один обработан, но здесь он почему-то не учитан. 0 из 25. Я чувствую какой-то обман. Либо имеется в виду, что мы должны до конечной линии дойти. Но это вряд ли. 25 еще и, собственно, утюгов. Это мы еще отдельно возьмемся. Сейчас, короче, проверим. Извращение в чем, что здесь приостановлена линия, чтобы роботы не дергали ресурс. Соответственно, его забирает коготь, тащит в мини-заводик, пусть иначе мы вот эти несчастные конвейеры не поставим. Здесь это все перерабатывается опять в чистое сырье и направляется в исследование. Пока вроде бы как все логично. И вроде бы как я все делаю правильно, но это не точно. Потому что зачета я не вижу. Уголь, уголь. Направляется сюда, направляется сюда. Перерабатывается, перерабатывается. Возможно, имеется в виду, что мы должны будем собрать переработанные результаты. Тогда оно будет нам засчитано. Либо оно нам не будет засчитано, пока мы не пройдем этот. Ну, короче. До конца не ясно, но сейчас мы все познаем. В любом случае. Короче, у нас куча еще есть ресурсов по исследованиям. Надо их куда-то в данный момент деть. Так, здесь нужна переработка золота. Здесь нужна переработка угля-железа. Здесь просто 9000 единиц нужно продать. Но мы уже почти 7 продали. Так что в целом показатели не так плохие. Единственное, в чем точно у нас все плохо, это в работе вот этих производительных зданий. Нам просто-напросто не хватает угля на заводе. Что как бы очень, мне кажется, лично плохо. Но я не вижу апгрейдов, связанных с ним. Только вот здесь. Нефтяная вышка. Ракета. Что? Так, комбайнер, поезд, теплица, ферма. Вода. По идее, как бы. Любая вода ускорит производительность, да? Скорость экстракции на 30%. Вот. Но у нас нет золота, чтобы заполучить сейчас воду. Самым простым способом. Так, из этих вещей у нас есть количество тележек в треке. Количество когтей, плюсом. Интервал поездов, интервал магазинов, этих грузовиков. Но опять же, проблемы никуда не деваются, потому что мы не можем ускорить производство. Нам либо нужно будет сократить здесь линию. Немножечко совсем. Пару машин буквально забрать. Либо же довольствоваться тем, что есть. Других вариантов как бы не дано. Так, здесь у нас железо. Кстати, если нам нужен утюг, мы можем здесь сделать небольшую... Блях, но это будет все равно долго. Сделать здесь небольшой заводик, чтобы они перерабатывали железо, руду в чистое железо. И его уже направляли на переработку. В принципе, сейчас пока уголь там туда-сюда теребенится. Я могу спокойненько, мне кажется, этим заняться. Так, с мини-заводик тоже есть. По производству у нас чистого железа, который направляется на исследование. Здесь у нас уже 30 штук. Давайте жмяк. Да, оно засчитывает только, когда мы забираем непосредственно очечи. Так, хорошо. И почему я не могу приобрести? Потому что нужно еще и впарить железо. Все верно. Поэтому железо у нас пока занимается. Я этот заводик, наверное, пока что еще оставлю. Не знаю, пригодится ли он нам в будущем, но пусть пока стоит. А этот пока у нас будет усердно работать в плане переработочки. Кстати, здесь это выходит гораздо удачнее, что ли, чем там. Но здесь тоже где-то 25 надо накопить. И тогда получим все, что мы хотим. Здесь тогда я, наверное, возобновлю работку, чтобы наши товарищи могли спокойненько продавать. Да, здесь у нас уголь уже забился. А здесь угля нехватка. Абсолютная нехватка. Хотя, если мы вагонетычу ускорим, то, может, оно пойдет другим образом. Сколько оно стоит? 175. Нормально. Нам главное, чтобы потом хватило на все, что нам требуется. Так, вот сейчас он будет возвращаться. Кстати, зачем такая длинная линия? Все, теперь должно чуть-чуть лучше работать. Совсем чуть-чуть. Тут, скорее, даже не в том, что мы будем больше как-то угля получать, а в том, что он будет быстрее доставляться. Это тоже важно, между прочим. Так, дронов 20 штук. КП-савица с этими несчастными грузовиками достаточно мощно. Вот сейчас сюда догрузят, здесь сюда догрузят. Товар есть, спрос есть. Значит, мы все делаем правильно. Как мне лично кажется. Все, сейчас дождусь тогда, что по железу произойдет. И у нас откроются сразу два исследования. Это стопперы и, собственно, коготь-грузовик-погрузчик. По идее, есть возможность, то если эта штука будет работать правильно. Я неумерен, правда, что я смогу там правильно сеть провести. У нас вроде бы как нет возможности выставить... Короче, разветлить эту линию так, чтобы было кольцо, и из кольца направляющий ее там в четыре разные станции. Но я хотя бы попробую. Я хотя бы попробую, и, вероятнее всего, это, кстати, получится. Либо мы можем сделать на каждой... Сколько у нас? Четыре пидстопчика. На каждый пидстопчик сделать отдельную линию. То есть, к примеру, три на один, три на второй, три на один, три на второй. И тогда всем вроде бы как должно будет хватить. Но это не точно. Это надо будет проверять. Простите, а куда у меня делся здесь кусок завода? Допустим, я этого не видел. Допустим, я этого просто не видел. Короче, сейчас будем экспериментировать. Осталось только железо дождаться. Так, 25 железа есть. Собираем это добро. Сейчас, правда, немножечко надо будет эту линию переначить. Вот это нам ни к чему. Это нам ни к чему. Это нам ни к чему. Сейчас не едь сюда, погоди. Я сейчас постараюсь. Здесь с этими рельсами, на самом деле, такая жопоболь. Очень неприятная жопоболь. Не хотелось бы вам ее даже никак описывать. Так, добавляем еще два корзиноча. Все, теперь у нас спокойно все железо будет перерабатываться вот здесь вот. Я надеюсь, этого будет более чем достаточно. Единственное, что здесь переработка не такая мощная идет. Но, в принципе, норм. Короче, нам пригодится еще и уголь. Там, по-моему, 50 надо для еще одного исследования. И для еще одного исследования железо нужно 50. Поэтому пусть они дальше перерабатываются себе спокойно. Так, у нас с вами что? Разблокировать раз, разблокировать два. Не знаю, как пригодятся нам сейчас топеры или нет. Но точно, точно, нам пригодится сейчас установка, мать его, очень матерой страшной системы. Вообще, давайте посмотрим, как она выглядит. Да, это огромная станция, которая ставится ровно над площадкой. Сколько там уже угля? Давайте два уголька дождемся. Я тогда снесу вот эту рельсу. Она здесь нам ни к чему однозначно. Да и, в принципе, этот завод можно снести к чертям собачьим. Это очень непрактичный заводик, скажем так. В любом случае, проверяем, есть ли возможность нам в целом, хотя бы теоретически, установить. Так, как я планирую. Как видите, два выхода есть у этого кольца. Соответственно... За кольц... Вот по поводу кольцовки я не уверен, получится или нет. Хотя, если чуть-чуть извратиться, то получится. Получится сейчас даже посмотрим, как. Если там я смещу... Слушайте, это реально возможно. На все четыре станции поставить доставку ресурса. Это будет, правда, извращение немножко. Но зато мы освободимся от дронов, и, по идее, работа будет гораздо эффективнее. По идее. Правда, там будут забирать с запасом. Они что же будут забирать с запасом? Как стоппер у нас работает? Ворота для как-то... Что? Боже, этот перевод. Так, которые могут быть заблокированы при прохождении, если не были соблюдены минимальные или максимальные проговые значения перевозимого ящика. Это, короче, пока на практике не посмотришь, ты никогда не узнаешь, что там эти вот такое. Так. Проходящие требования. Никогда не позволяй. Какой бред, да? В каком из направлений мы выбираем? Максимальные ящики. Минимальные ящики. Короче, скорее всего, мы сможем ограничивать. То есть, если там уже 6, допустим, ящиков есть, то туда никто не едет. Либо что-то. Что-то наподобие этого. Короче, гуляй, Вася. С этим мы разберемся. Так, уголь добили. Уголь 28 есть. Рельсу ломаем. Блях, она еще так неудобно ломается, на самом деле. Просто гадость. Чистая гадость. Так, забирай. Главное, провода не денет, сапни. Роботы еще фиг с ними, а вот провода будет жалко. Так, есть, 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 есть. Есть. Все, очистили. Давайте проведем сначала эксперимент на одном. Погрузчики вот здесь. Да, вот, а почему целых 7? Даже не 7, какие, 10. У нас будет какой-то апгрейд для грузовиков? Либо эта штука больше для поездов? Угу. Слишком много вопросов. Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Так, первую мы должны замкнуть. Короче, две у нас удастся установить очень даже хорошо. За остальные абсолютно не ручаюсь. Так, ты идешь... Что там мешает? А, там нет двери. Нет дырки в стене. Сейчас мы здесь дырок налепим, все будет чики-пуки. Так, эксперимент показывает, что не получится у нас сделать, во всяком случае, пока у нас груз будет находиться в здании. Если мы сможем грузы здания вынить, то да, мы с этим без проблем справимся. Как-то так у нас получается, не очень. Так, сейчас я поставлю раз, два, три. Раз, два. На всяк пожарный. Тут, где уже схватят, оттуда и потащат. Здесь мы отрубаем... Че-че-че не удалять ни в коем случае. Ты шо, собак? Здесь мы отключаем, чтобы дроны не трогали ресурс, который будет появляться на этих трех конвейерах. Так, и запускаем. По-хорошему мы 12 штук можем запустить. Запустим шестерых. Так, они заезжают. Один забрал, второй забрал, 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 забрал. Поехали сюда. Выгрузил, выгрузил, выгрузил. Еще и дроны им параллельно помогают, мешают по сути даже. Скорее, чем помогают. В целом, да. Это будет работать, но идеально это будет работать. И все станции мы смогли бы подключить. Только в том случае, если бы у нас либо не было преград в виде стен в заводе. Либо если бы у нас была возможность вывести весь груз готовый на улицу. Чтоб там они лежали на конвейерах любого типа. Разгрузки, погрузки. Вот, тогда бы мы с этим смогли наизе справиться. Я бы, кстати, не сказал, что это гораздо быстрее происходит. Хотя, если бы стояли, наверное, все четыре и одно время натянули бы в определенном направлении, то, может быть, бы это и сработало. Хорошо, что мы можем еще сделать? Мы можем сделать линию однопоточной. Однопоточной, но это будет очень плохо. То есть, не закольцовывать, а просто как черту сделать. В кольцевании оно работает гораздо лучше. То есть, ты как ни крути, что не выдумай велосипед. Оно все равно будет работать лучше, если оно будет в кольце. Но эксперимент провести надо. Нам нужно тогда отключить основную линию. Они будут стукаться здесь, сдавая весь груз. И возвращаться назад. Но я, опять же, не уверен, что оно будет работать так, как нам нужно. Выгружая назад, они будут возвращаться, забирать с этих трех точек. Так, следующий подключаем к этим трем. Ну, давайте проверим. Давайте проверим. Я сейчас попробую тогда подключить линию не кольцевую, а обычную прямую. Так, мои поздравления, я забагал игру. Не спрашивайте, как. Короче, я сначала сделал отдельную линию для данных. Потом отдельную линию для данных товарищей. Потом я ее просто объединил. И вот теперь вы можете наблюдать, что происходит. Когти проезжают друг через друга. То есть, вот первые, вторые. И они друг сквозь друга проезжают. И работают просто шикарно. Ну, то есть, у них есть шесть точек для сбора. Шесть точек для выгруза. И им ничто не мешает. То есть, они друг другу не мешают. И фактически катаются и загружают... Нужные грузовики. Это неплохо. Это неплохо. Я думаю, что в целом можно объединить их все в одну огромную линию. То есть, четыре места сдачи груза. Четыре огромные линии. Сейчас я только им здесь запрещу трогать. Фи. Фи. Не трогайте. Вот. И посмотреть, что из этого получится. Правда, там всего лишь у нас может ездить двенадцать товарищей. Товарищей этого недостаточно. Можно сделать две группы по... Сейчас я их все удалю. Попробуем запустить шесть штук. Шесть. Как они будут себя вести? Какого черта? Так, подождите. Удалить. А, даже так. У нас по рельсе ездят шесть. Когтей, которые не числятся. У нас как когти. Хм. Что же, что же с этим делать? Так, а ну-ка, давайте уголок сбреем. Сейчас они сюда заедут. Я их не... Что? Вы это видели? Вы это видели? Так, а ну-ка, сейчас чисто уже. Прикола ради. Они перелетели пропасть. Рельсовую. Просто перелетели, как ни в чем не бывало. Так, здесь уже не перелетел. Здесь не перелетел. Так, отлично. Мы их сейчас закольцуем. Мы их закроем, чтобы они не могли никуда деться. А то это уже изврат. Все. Так, они нервничают. Мне страшно. Мне страшно вырубать. Ага. Ага. Даже так, да? Это плохо, что ли? Я думаю, что это очень плохо. И так быть не должно. Ладно, фиг с ним. Будем считать, что у нас просто шесть осталось, и мы их просто не трогали. Мы их просто не трогали, и они продолжили себе спокойненько работать. Бону его нафиг, серьезно. Тут как начудиться само по себе. Будет еще страшнее, чем было. Так, шесть работает у нас в направлении двух. Я этот баг больше трогать не хочу. Ну, нахер. Так, что у нас по коннекту? Да, их числится ноль, но ничего страшного. Две у нас работают. Сейчас я наставлю еще дверок. Гляди пригодятся, да? Чтобы потом не кликать по одной. Так, и теперь нам такую же форму нужно повторить здесь. По идее, абсолютно такую же. Они ездят достаточно быстро, и их еще, по идее, можно ускорить. Не забываем об этом. Соответственно, будет вообще топчик суперскорый, супергуд. Так, ладно. Давай объединяем здесь. Сначала вот здесь проводим. Я не знаю, где там столбы на дороге ставятся, на самом деле. А, они типа ровненько ставятся. Так, чтобы не мешать проезду. Хм. Это интересно. Это интересно. Так, дальше здесь заворачиваем. Я вот, правда, сильно сомневаюсь, что у нас там получится развернуть, потому что там столб. А, нет, нормально. Заехать можно. Если можно заехать, значит и выехать получится. Так, давай сюда. Раз, два, три. Э? Ладно. Не хочешь так устанавливаться, так и скажи. Я ничего против не имею. Так, возвращаем эту линию. И можем ли мы ее вывести? Можем. Отлично. Выводим ее сюда. А вот здесь получилась жижа. Сейчас сделаю угловой. Вот так. И вот так. А, да. Это кольцо чуть побольше получилось, но оно, по идее, будет точно так же работоспособным. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, закидываем сюда шестерых. Они прошвырнутся по линии. Вот тут беда. Они не догрузили всего лишь одну единицу. И возвращаются по кругу назад. Так, эти собирают. Что у нас по исследованиям? Что? Мы уже две... Две тонны почти с половиной выгружаем. За три месяца. Это успех. Мать его. Так, 190 и 150 еще на 30%. Так, теперь они начинают гасать активнее. Гораздо активнее. Я добавлю сюда шесть. Как будто бы здесь двенадцать. А сюда добавлю еще шесть, чтобы здесь было двенадцать. Так, как они будут работать? Они полностью загружаются все. Беда в том, что они немножко тормозят, когда они загружаются. И это не есть хорошо. Но зато они полностью загружаются на две выгрузки товара. И можно, в принципе, двигать дальше. Выгружает. Эти у нас товарищи работают сообща. Хм. Я думал, он их в разнобой раскидает. А, нет, раскидало. Да, 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 да. Они друг сквозь друга ездят. Боже, какой ужас. Ай, фу-фу-фу. Гадость какая. Ну, ладно. Ладно, фиг с ним. Главное, что это работает. Это фактически работает. Причем, можно сказать, даже без проблем. Они выгружают, и мы вообще не чувствуем проблемы, нехватки товара. Его и хватает, его и успевают собрать, и успевают выгрузить. Ну, естественно, мы по статистике увидим. Но вот эти машины стоят достаточно долго. Стоят на самом деле достаточно долго. Вот, пока она подъехала, они уже выгрузили товар. К огромнейшему сожалению. Но в целом, для автоматизации, возможно, это было бы неплохо. Было бы круто максимально, чтобы мы этот весь товар могли выгрузить отсюда, допустим. Выложить его на улицу. Кстати, это можно с помощью дронов сделать. И уже взявшись за, так сказать, груз, который лежит на улице, к нему мы сможем более грамотно подсоединить сборщики. Вот эти, которые когти. И, соответственно, каждому провести отдельную линию. И это было бы просто идеально, мне кажется. Просто идеально работающая штука. Но, опять же, это надо брать, делать. А это будет некрасиво, потому что здесь должны быть на выгрузку. А на выгрузку имеют, по-моему, конечный... Нет, слушайте, а ну подождите, я проверю. Там между ними была небольшая разница. Да, в него нельзя... А, тогда все правильно, да. Вот, когда мы ставим на выгрузку, у него окончается сам конвейер здесь. А на то, чтобы его перегрузить на станцию разгрузки, тут выходит, конвейер продолжается. Все логично, правильно. Тогда, в принципе, это реализуемо, слушайте. Причем довольно просто. Давайте я сейчас попробую это провернуть. Но, правда, нам уже линии здесь не поменять. У нас уже оно забагалось. То есть, как бы... Нам грамотнее было бы добить. Во! Стоп! Две с половиной тонны есть. Где? Где, где, где? Где мои поздравления с победой? Я не понял. Где конгретулейшн? Я хочу конгретулейшн срочно. Я же все видел, меня не обманешь. Две и шесть тонны за три месяца. А, вот, вот, вот. Мы должны, типа, добить до конца. Текущий месяц. И тогда нам засчитает. Давай, я бы с удовольствием карту поменял. Потому что здесь мы все забагали. И не хотелось бы, как бы, продолжать в таком духе. Давай, дорогуша. Уже почти три тонны. Мы смогли. Хо-ба-на. Давай. В итоге аннулировался просто прогресс трех месяцев. И все. Серьезно. Ясно. Пусть еще поработаю. Тогда посмотрим, может, из этого что-то хорошее получится. А так, фактически, да. Можно сверхскорость просто набрать на загрузке этих самых машин. Но, опять же, нам нужно здесь миссию заканчивать и передвигаться уже на следующую карту. Если вы хотели бы увидеть следующую карту, напишите об этом обязательно в комментариях. Либо же просто поставьте лайк под этим видео. Мы с вами встретимся, возможно, уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Продолжение следует.